Магнитогорский металлург потерпел очередное, уже третье с начала января, гостевое поражение. Как и в предыдущей игре в Челябинске, в Нур-Султане гости совершили массу ошибок. И даже перебросав соперника с заметным преимуществом 36-26, не сумели добиться положительного результата. Об урожайном матче с печальным исходом наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Игра началась достаточно живо. Уже в стартовом периоде каждый из соперников мог отличиться минимум пару раз. Но главными героями отрезка стали вратари. Василий Кошечкин отразил 7 бросков, в том числе нейтрализовал выход 1 на 1. Эдвард Паскуаля записал себе в актив 11 спасений. Надо чуть-чуть лезть побольше на ворота к ним. Сейчас пока что обе команды чуть-чуть ждут друг друга, кто первую ошибку сделает. Так что надо продолжать и побольше в их зоне поиграть. Первую ошибку, ставшую роковой, допустил Виктор Антипин. На экваторе встречи он потерял шайбу на чужой синей линии. Точнее, позволил Линусу Виделю совершить перехват. Швед вместе с партнером убежал в контратаку и открыл счет. Вскоре Максим Матушкин совершил ненужное нарушение, уже второе в матче, и хозяева всего за 6 секунд реализовали большинство. Стоит заметить, что Кошечкину откровенно не повезло. Даррену Дитсу помогли забить сразу два рикошета. Меньше чем за полминуты до перерыва Металлург обострил интригу. Быструю атаку с участием Дениса Расмусона и Эрика Удела эффектно завершил Андрей Нестрашил. Магнитогорцы воплотили в гол свое единственное большинство в этот вечер. Отличный матч провели. Начало, наверное, где-то было за Металлургом, а в принципе мы, наверное, весь матч играли здорово, контролировали. В дебюте заключительного отрезка гостям снова не повезло. Очередная контратака Бориса, казалось, не без труда нейтрализована, но шайба рикошетом от конька Никиты Певцакина все же заползла в ворота. А вскоре хозяева буквально продрались в чужую зону, и Роман Старченко после передачи партнера мощно бросил с убойной позиции и отправил Кошечкина на скамейку запасных. Не прошло и трех минут, как магнитогорцы ответили дублем Андрея Нестрашила. Чешский нападающий сумел добить шайбу, отскочившую от борта, броском с острого угла. Вышедший на замену Василий Демченко за 13,5 минут успел отразить 11 бросков. Однажды шайба все же побывала в его воротах, но после просмотра видео арбитры зафиксировали контакт игрока Бориса с вратарем и гол отменили. За 200 секунд до финальной сирены Антипин после быстрого розыгрыша с участием Расмусона и Любимова снова вернул интригу. В этом случае рикошет помог уже гостям. Но спастись магнитогорцы не сумели. 4-3. Впереди у команды матчи в Нижнем Новгороде против Торпеда и в Балашихе против Авангарда. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.